Кризис затянулся и заставляет снижать расходы на самое дорогое. По прогнозам, городское казнание дополучит около 700 миллионов рублей в следующем году. Проект бюджета, который представили, учитывает 20% сокращения расходов по сравнению с нынешним годом. Но нужда, видимо, настолько велика, что некоторые депутаты предложили сэкономить на самом дорогом. Я предлагаю рассмотреть вопросы по снижению некоторых расходных обязательств. Это касается и фонда оплаты трудомуниципальных служащих. Я, как заметил в предоставленных вами документах, у нас идет увеличение фондов оплаты труда муниципальных служащих с 2016 по 2017 год. И, конечно же, обратить внимание на доплаты к пенсии муниципальных служащих. Я предлагаю нам самостоятельно принять и рассмотреть возможность исключения данных средств. Потому что эти средства могут пойти у нас на другие необходимые расходы. Это и раздавание, и совершенно другие. Но поддержки это предложение не получило. Зато вновь вспомнили про спор между муниципальной и республиканской властью из-за распределения налоговых поступлений. Город является главным донором республиканского бюджета. Однако при распределении финансового пирога ему достается меньше всех. Сегодня в Народном Хурале уже внесен проект закона именно вот этой проблеме о межбюджетных отношениях. И достаточно сложное, насколько я понимаю, отношение к этому вопросу со стороны руководства республики. Потому что нас мало в Народном Хурале именно от города. Потому что все-таки больше нас представляют районы. И сегодня я в прессе читаю, конечно, идет обмен мнениями со стороны города и республики. Но городские депутаты решили не дожидаться, к чему придут их республиканские коллеги. И приняли решение прыгнуть даже не через голову, а через две. Если бы нам дали нормальное процентное соотношение по справедливому распределению налогов, то в этом плане наши горожане, наши избиратели получили бы сейчас бы и электрические сети, и сети канализации, сети водопровода, детские сады, другие вещи, которые мы могли бы уже предварить в жизни. Поэтому я хочу бы, чтобы мы перелились эти разговоры на другую плоскость и приняли обращение не к руководству республики братья, а выйти на полномочный уровень президента представительства президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе на меня Сергея Ивановича. Чуть позже в СМИ появилось и официальное обращение депутатов городского совета к полпредпрезидента. Реальная нехватка денег сорвала маски с тех, которые и раньше предпочитали решать кулуарно. Елена Самбилова, Юрий Шабаганов, Первая альтернативная.